В Москве пошли ливни, и это прям прямое следствие глобального потепления. Скажите что-нибудь на океанологическом. Партику я езжу каждый год. Почему в морях вода солёная, а в реках, которые впадают в это море, пресная? И я даже написал книжку «Речные плюмы». Всем привет! Вы на канале «Первый по воде», на который, я очень надеюсь, вы уже подписались, поставили лайк, поставили колокольчик и все эти дела. И у нас сегодня гость, который, пожалуй, впервые, наверное, подтвердит наше название, потому что он «Первее по воде» уже, наверное, некуда. У нас в гостях на канале, где вы узнаёте об уникальных водных объектах, Александр Асачев, океанолог и лауреат президентской премии. Александр, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Очень приятно. Спасибо, что позвали. Взаимно-заимно. Слушайте, ну вот я, если честно, на вас посмотрел, я никогда бы не сказал, что вы учёный. Вы на него максимально не похожи. Давайте так, чтобы подтвердить, что вы учёный. Скажите что-нибудь на океанологическом. Ну, давайте что-нибудь скажу. Давайте. Зоны формирования апвеллинга в западной части, на континентальном склоне моря Лаптевых, в западной его части, возможно, интенсифицируются при условиях современной безвлёдной Арктики, сезонной Арктики, сезонного ледового покрова в Арктике. Вы подтвердили, вы прошли идентификацию подкаста «Разблокирован». Спасибо. Да, можно говорить дальше. Да, да, да. Александр, скажите, пожалуйста, мы всем задаём этот вопрос первым на подкастах, вот кто к нам приходит. На каком водном объекте прошло ваше детство, и есть ли, может быть, какие-то яркие воспоминания из тех лет? Прекрасный вопрос. В детстве у моих родителей была дача в Калужской области на реке с замечательным названием «Лужа». И на этой реке Лужа я научился плавать, я огромное количество времени провёл на этой реке, потому что развлечений в деревне, в которой мы проводили целое лето, особо не было. И мы с сестрой ходили купаться, мы смотрели, кто там живёт, каких-то ловили головастиков в реке и в пруду, насекомых смотрели, какие-то растения. У меня был определитель насекомых СССР, и я там сравнивал, кого я вижу в траве и в воде. Ну это был атлас, да, насекомых? Атлас насекомых, ну маленький он, такой книжка. Короче говоря, это на самом деле сильно повлияло на меня, потому что вот будучи один на один с собой, с природой, до школы и в школе, каждое лето, проводя по несколько месяцев в таких местах, я прям, ну мне это нравилось. Я прям с большим удовольствием и с большим интересом всегда к этому относился. Потом меня жизнь отнесла далеко, я занимался математикой, и потом как-то вот она меня назад вывернула в океанологию, и тогда я вспомнил, что действительно вот в детстве есть какой-то корень, который вот так удивительным образом пророс спустя там 15 лет. У меня математическое образование, я закончил Мехмат МГУ, и я занимался математикой, я занимался теорией чисел, я закончил кафедру теории чисел, а потом вот сменился на океанологию. Окей, что изучают океанологи? Потому что я думаю, если мы сейчас выйдем на улицу и спросим у 10 человек, что изучают океанологи, 10 из 10 будут ответы, как поют дельфины и как живут киты, так это или нет? Ответы действительно будут такие, а еще они скажут, что океанолог это человек, который погружается под воду с аквалангом или в батискафе, и это стандарт, который люди представляют себе работой океанолога. И это он сложился благодаря Жакюеву Кусто, самому медийному океанологу, которого и я смотрел в детстве, и вот он как раз погружался с аквалангом и снимал фильмы про китов и дельфинов. Это самое зрелищное в определенном смысле. Но вообще океанология изучает более-менее все, что происходит в мировом океане. Это такое естествознание, все обо всем в океане, потому что в океане измерения проводить очень сложно, и в связи с этим науки по-прежнему шагают рядом друг с другом в рамках единой структуры океанологии. Это физика моря, как вода течет, и, собственно, я занимаюсь физикой моря. Это морская биология, киты и дельфины, а также в гораздо большей степени это мельчайшие существа, которые живут в океане, планктон, фитопланктон, золопланктон, рыбы разного размера, вообще там пищевые цепи, экосистемы. Третий крупный блок — это геология океана, и это связано с тем, как двигаются плиты, как формируется океаническая кора, из чего там, как осадка накопления происходит в океане, какие полезные ископаемые в океане. И это вот про дно океана, про береговую линию, ну, собственно, как границы океана, вот как бы его бортики меняются и вообще ведут себя, какая у них эволюция. Ну, вот это три кита — физика, биология, геология. А дальше есть куча ещё поднаправлений, там, моделирование океана или там промысловая океанология, как нам рыбу не перевыловить. Или химия океана, который, химический состав воды, как он влияет на экосистемы, которые там живут. В общем, океанология — это в определённом смысле естество знания, которое про океан. Сколько вы времени проводите в экспедициях, и где вы были в последний раз? Я не очень много хожу в экспедиции. Я хожу в экспедиции где-то полтора-два месяца в году. Я хожу в один большой рейс, такой океанический, в году, и там два-три маленьких прибрежных, когда ты живёшь на берегу, и на целый день уходишь на катер или на небольшой лодке в море, работаешь, возвращаешься, спишь на берегу. Я бы хотел ходить больше, но это мешает, так скажем, повседневной деятельности, потому что в Москве очень много дел, самых разных, и в частности, с наукой связанных. О чём тут делать-то в Москве? Собирать данные не так сложно. Здесь-то океаны далеко. Да, это тоже частый вопрос, почему Институт океанологии находится в Москве, а океанологи находятся в Москве. Собирать данные — это только, на самом деле, первый этап работы океанолога. Понятно, что мы все занимаемся реальным объектом, мировым океаном, и нам обязательно в нём проводить измерения или ловить каких-то организмов, если мы занимаемся биологией, или брать пробы грунта донного, если мы занимаемся геологией. Но дальше это надо обработать. То есть когда мы что-то померили, мы ещё ничего не поняли. Мы просто померили, что-то увидели, какой-то след какого-то процесса. А дальше нам надо прийти в офис, посидеть, разобраться, почитать, что про это писали другие люди, значит, как-то смоделировать это, как-то обработать данные, какой-то анализ провести, и потом это всё описать. И написать статью, либо отчёт, либо статью, чтобы этим люди могли пользоваться результатами наших усилий, чтобы это не умерло вместе с нами. И вот эта вот часть анализ данных, интерпретация данных, публикация данных занимает, но в несколько раз больше времени, чем сбор данных. И на самом деле проводить измерения в определённом смысле довольно легко. И там, грубо говоря... Самая классная часть работы, наверное, да? В определённом смысле, да, самая классная. Но классно, когда есть полный цикл. Вот есть, к сожалению, люди, которые ходят в экспедиции, но не публикуют ничего. То есть им интересно померят, а дальше их интерес заканчивается. Они померили, что-то для себя поняли, а дальше они не хотят доводить это до ума, и это просто как бы недоделанная работа, которая... Вот это либо один, либо ноль. Если работа недоделана, сделана на 90%, она не сделана на 100%, это ноль. Вот. И, к сожалению, вот такое бывает, и это в определённом смысле как бы транжирство, растрачивание средств. А важно, когда ты что-то померил, понял и довёл это до конца. И когда ты доводишь это до конца, тебе очень классно сделать новое измерение. Потому что когда ты понимаешь, что происходит, ты строишь новые гипотезы, да, у тебя есть какое-то представление, как это происходит в океане. Ты приходишь, опять проводишь измерения, и видишь, что там что-то так, как ты считал, и это великолепно. А бывает ещё интереснее, когда что-то вообще не так. Ты померил, и у тебя возникают вопросы, а что же вот это вообще не то, что ты себе представлял? Ты начинаешь думать, разбираться, разбираться, и потом разбираешься, понимаешь, в чём причина. Иногда через год ты разбираешься, иногда через 10 лет ты разбираешься. У тебя есть проблемы, которые висят в голове, ну, когда ты занимаешься этой наукой долго, а наукой океанологии обычно всю жизнь занимаются люди. И вот у меня такое было неоднократно, что я что-то померил, там в 17-м году я что-то померил, и думал-думал. Ну, не то, чтобы я каждый день думал, ну, вот висел вопросик, что же это вот тут такое было. И спустя там 6 лет в другом месте я увидел процесс похожий и сказал, ага, вот это вот было оно то самое. И вот в этом прелесть, что у тебя как ростки такие разные растут, ты их немножко поливаешь, удобряешь, и они вот в какой-то момент дают плоды, которые ты срываешь и доводишь до ума. А вы купались в море Лаптевых? Я купался во всех морях России, кроме Чкотского моря. Да, я стараюсь искупаться во всех морях России, и в море Лаптевых я купался неоднократно. И что, как? Холодно очень. Это не купалось, это зашло и вышло. Нет, это не про плавание, конечно. Почему в морях вода солёная, а в реках, которые впадают в это море, пресная? Да, этот вопрос очень правильный на самом деле, и он нам позволит понять, какой это фундаментальный процесс, который происходит в природе. Что такое вообще океан? Океан — это некоторая такая потенциальная яма. Это некоторые ямы, в которые можно попасть, но невозможно выбраться для соли. Что такое? Вот как соль попадает в океан? У вас река течёт по земле, немножко землю размывает, и какие-то соли из земли вымывает, и в небольших очень концентрациях река попадает в море. И если эта соль попала в море, она никогда из него уже никуда не денется, потому что вода испарится, и вот когда вода испаряется, а это испаряется дистиллированная вода, испаряется вода без соли. Соль тяжёлая, остаётся внизу молекула соли, а молекула воды поднимается, в облаке дистиллированная вода, дождь выливается, дистиллированная вода, эта дистиллированная вода опять моет землю, из неё немножко соли вымывает, и приносит в океан, откладывает, опять испаряется. Короче, океан солёный, потому что там миллионами, или сколько лет, сотни миллионов лет, реки впадают в моря, и выносят туда соль, выносят, выносят с земли. И соль — это некуда ей деться, она может только отложиться, в виде каких-то горных пород, а так она в воде остаётся. То есть, в общем, моря солёные, благодаря пресным рекам, условно говоря. Благодаря тому, что реки очень слабо солёные, в них выносят эту воду. И так постепенно. Есть механизм поступления соли, но нет никакого механизма, как бы, наоборот, выхода соли и воды. Всё, этот подкаст записан не зря. Всё, я теперь знаю факт, которым могу козырять при случае. Откуда в океане есть течение? Там же всё стоит. Да, вот почему океан всё время течёт. Есть четыре основных процесса, которые заставляют воду в океане непрерывно течь. Первый процесс связан с тем, что Земля неравномерно нагревается Солнцем. Она на экваторе нагревается гораздо сильнее, чем на полюсе. И атмосфера нагревается на экваторе сильнее, чем на полюсе, и океан. И из-за этого океан стремится выровнять свою плотность, стремится тёплые воды с экватора перенести на полюс, а с полюса на оборот, на экватор. И атмосфера стремится выровнять, атмосфера формирует ветер, и ветер этот тащит океан, вовлекает его, и поэтому формирует циркуляцию в океане. Это две причины. Третья причина — это сил Криолиса. Из-за того, что у нас Земля крутится, она этот вращательный момент передаёт в океан, вообще она во все тела передаёт его, но вот человек, он его не чувствует, он двигается слишком быстро, чтобы чувствовать вращательный момент, а морская вода двигается медленно, и она всё время заворачивает. В северном полушарии она заворачивает всё время направо, относительно своего движения. То есть если просто струя воды течёт, её сил Криолис, вот это вращение Земли, её направо заворачивает, и формируется вихарёк. А в южном полушарии налево заворачивает. И, соответственно, весь океан распадается на кучу маленьких вихрей. Любое течение распадается на множество маленьких вихрей. Это вращение Земли так и передаёт свой импульс. вращательный. А четвёртое — это приливы. Это влияние Земли и Солнца, Луны и Солнца, притяжение воды. И приливы — это такое, ну, гораздо по времени меньше история. То есть это каждые сутки или полсуток в зависимости от места в океане. Ну, вот это вот такая вот пульсация бесконечно происходит. И поэтому океан находится в непрерывном движении. Давайте к Арктике вернёмся. Насколько вы туда ездите и достигали ли вы когда-нибудь Северного полюса? В Арктику я езжу каждый год. Нет, насколько продолжительно. Ну, вот месяц-полтора. Это максимально, да? Да, максимально. Там есть... Вот я как говорил уже, что мне бы хотелось полгода провести, где-нибудь, может быть, 9 месяцев провести в экспедиции. И такие экспедиции бывают. Вот, в частности, недавно у нас построили платформу Северный полюс, которая приходит на Северный полюс, там дрейфует, и люди с неё проводят измерения. И они там прожили. Я вот не помню, но, по-моему, 13 месяцев, что-то такое, или 11 месяцев. Вот там просто бессменно народ прожил. И это было бы интересно, потому что ты измерения очень классные делаешь, и как-то вот... Но жизнь в экспедиции долгая, совсем другая. То есть ты за месяц не успеваешь более-менее забыть, что у тебя происходит на берегу, а за 11 месяцев ты забудешь абсолютно всё. Ты просто другую жизнь проживёшь. И разочек в таком побывать мне бы хотелось. А что там делать-то 13 месяцев? Измерения проводят. Но дальше есть свободное время, которое ты тратишь на то, что хочешь. А сколько людей, получается, вот в экспедиции, в учёных, которые работают вместе? Разные, в зависимости от размера судна, но это, так скажем, от пары, от человека 20, от 15-20 человек до там 70-80. А, но вас там много? А разные страны? Нет, в основном это Россия. Иногда бывают иностранцы, но в целом это большая редкость, потому что это российские суда, это российские воды, российские акватории, и там для российских учёных не хватает места. В Арктике я бываю каждый год, вот на месяц, на полтора, в основном это летом, летом и осенью, когда там минимальное количество льда, потому что я хожу на неледокольных судах, соответственно, лёд мы колоть не можем, можем работать только там, где лёд сошёл. И самый северный, куда я добирался, это был, по-моему, 82-й или 83-й градус северной широты, и это у нас где-то 800 километров до полюса остаётся, а на северном полюсе никогда не было. Практически. Ну, 800 километров это недалеко, да, это как там, не знаю... В масштабах планеты это, ну, чуть больше, чем от Москвы до Питера. Да, это чуть больше, чем от Москвы до Питера, то есть это вполне вроде как недалеко, но дальше там льды стояли. И на полюс, конечно, можно попасть либо на ледоколе, либо там на самолёте-вертолёте. Каждый год практически есть возможность попасть на полюс, но каждый год у меня свои измерения, свои экспедиции как раз в этот летний-осенний сезон, безлёдный, малолёдный. В чём прикол путешествия в Арктику, если ты, например, турист? Вот хочешь просто съездить туда? Что там можно увидеть красиво? Арктика необычная. Это экосистема, на которую мы смотрим природа, именно там и пейзажи, и растения, и животные, они больше нигде не встречаются. И они не встречаются в нашей повседневной жизни. Вот людям почему горы интересны? Потому что мы живём в городе, а гор у нас тут нет. Или там моря у нас тут нет, поэтому мы все вот так любим ехать на море. А там, не знаю, какой-то лес, нас не так интересует, потому что лес у нас вот отъехал, и вот он. И Арктика, она инородная или необычная почти для всех людей в мире. Поэтому это что-то будет особенное, что-то интересное впечатление будет. Арктика. При этом вот красота Арктики, конечно, как я говорил, она такая нежная, мягкая, очень такая неяркая, и она совсем другая, чем мы привыкли к буйству природы или что-то. В Арктике звери тоже необычные, белый медведь. А часто видно мишек? Часто, да. Мишки, часто видно мишек, часто потому что, то есть если ты идешь там через океан, через Арктику, и вдруг ты встречаешь белого медведя, это не потому что его случайно встретил, а потому что он пришел на тебя посмотреть. Он тебя учуял там за 10 километров или за 30, и пришел на тебя посмотреть, может ты поешь что-нибудь, получится найти. Часто мы видим медведя, когда подплываешь к острову, они прям со всех сторон сходятся и смотрят. Некоторые подплывают к судну посмотреть, некоторые идут там. Медведь это вообще удивительное существо, это такой король Арктики, он не имеет естественных врагов, он огромный, здоровый, жирный, длиной больше метра, весом огромным, пробивает головой лед, может плавать. Рекорд, который зафиксированный, который проплывал медведица за раз, 600 километров. Представляете? То есть это не 10, это не 20, а 600, она за раз проплывает, потому что, но он жирный, видимо, он не тонет, тепло, плывет. Это уже точное расстояние от Москвы до Питера. Да, и, соответственно, ну вот медведь, он плывет, заходит на льди, ну по ней идет, потом опять плывет. Сколько раз мы видели этих медведей, там моржей, ну много всего. Но опять же Арктика не суперпродуктивна. Баренцево море, вот Арктика разная, Баренцево море очень продуктивная и Чукотское море очень продуктивная. А что еще продуктивная? Там много рыбы, там много планктона, поэтому много рыбы, поэтому много тех, кто рыбу эту ест, а именно медведей, тюлени, там китов, вот. И края Российской Арктики, они очень продуктивные, и много как бы рыболовецкого деятельности в Арктике, в Мурманске, и вот где у нас Чукотское море, это самый восток, где Берингов пролив. А все в середине, оно покрыто льдом, Карское море, море Лаптево, Восточно-Сибирское море, они малопродуктивные, там не ловят рыбы почти, ну там низкая биологическая продуктивность, потому что они все время почти покрыты льдом, солнце не доходит, и за безледный сезон не успевает сформироваться, развиться жизнь хорошо. А вот вокруг Антарктиды, моря, опять же, где вот эти огромные волны, это единственное, на самом деле, место в мире, там самое сильное течение, потому что это единственное место в мире, где можно обогнуть земной шар и не встретить сушу. Поэтому вода, вот вокруг Антарктиды, она со страшной скоростью, значит, формирует вот это антарктическое циркумполярное течение, самое сильное течение, самые высокие волны, которые никто не гасит, суши их не гасит, самые, значит, там жесточайшие ветра и самая высокая биологическая продуктивность, одна из самых высоких в океане. Если вы хотите посмотреть китов, это вот там вот, там просто огромное количество крылья, китов, там каких-то птиц, кого только нет. И это прямо вот действительно оазис такой жизни в мировом океане, потому что очень красиво коллеги ходят, есть коллеги, которые каждый год ходят, которые профессиональные занимаются, и, конечно, это удивительное место с огромными айсбергами. В этом самом, в Арктике мало айсбергов, потому что в Антарктиде айсберги — это те, которые сошли с ледника на суше, с материка Антарктиды, и они высотой там сотни метров, да, там вот, типа, на суше у вас наросло, там за какие-то тоже миллионы лет, вот слой льда в 900 метров, или, не знаю, там, в 700 метров. А в Арктике под водой получается. А в Арктике — это плавучий лед, да, он 2 метра, 3 метра, да, ну, как бы, это не то. Там тоже есть небольшие ледники, там, в Гренландии где-то еще, но это как бы не тот масштаб, как в Антарктиде. Но это, вспомните, случай с Титаником. Да, это, мне кажется, это был гренландский ледник с Гренландией. Типичная история ледников в Арктике. Да, Ну, давайте представим, что мы сейчас попадаем в экспедицию, мы же видим в основном вот эту белую пустыню. В экспедиции вы увидите только море. Море, да, тем более. Это не зрелищно, то есть все интересно на выстках, конечно, это острова, но красиво, знаете, вот как Исландия, люди же любят Исландию, там вулканические вот эти такие породы, гранитные какие-то там, эти горы, холмы, сопки. Фьорды. Фьорды, да, узкие, такая зелень, вот когда особенно там, вот эти цветы, когда они цветут арктически короткое лето, вот они такие яркие. Болот, как там все выглядит, какие там вот эти вот мерзлота, мерзлота, это же тоже интересно, там отваливается кусок берега, там лед, и сверху небольшой слой, как бы дерна зеленый, а дальше просто лед перемешанный с землей, вот на это тоже интересно посмотреть. Но это какие-то вот, ну, диковины, вот так вот, то есть это не базовая потребность путешествий, и, конечно, в Арктику нужно ехать, если вы все уже посмотрели остальное, или много что уже посмотрели, и тогда, ну, Арктика будет действительно какой-то особенный. Очень важная история с потеплением климата, с изменением климата. Вот, кстати, да, хотел спросить, видно это, вы же изучаете? Да. Заметно глобальное потепление? Да, невооруженным в глазах заметно, да, льда стал гораздо меньше. Я вот так вот скажу про глобальное потепление, оно безусловно идет, но вот за, там, типа, чуть больше, чем за 100 лет потеплело, там, на градус, на полтора градуса, температура средняя увеличилась. Но при этом у нас суточные колебания температуры в Москве, там могут быть 10 градусов, могут быть даже 20 градусов, ночь холодная, зимой тепло, в смысле, ночь холодная, днем тепло, да, и вот это потепление на 1 градус за 100 лет, но мы не чувствуем в коже, да, но мы это видим в других проявлениях, увеличивается количество осадков, и осадков, вот в Москве пошли ливни, и это прям прямое следствие глобального потепления, и вот эти ливни мы видим хорошо, да. А как это может быть связано? Ну, испарение потеплее стало, интенсивнее испарение, как-то перестроился цикл атмосферный, и вот просто больше испаряется, больше осадков выпадает. Ну, это простое объяснение, конечно, там все гораздо более сложно, вот, а в Арктике, что еще более наглядно, это отступление льда. Вот лед есть, и льда нет, и это большая разница, и изменение на 1 градус, приводит к тому, что лед отступил там, на сотни километров, и льда было довольно стабильное количество, вот мы знаем площадь туда, мы можем восстановить только с начала спутниковой эпохи, то есть только спутники, которые летают и фотографируют, они могут все границы льда увидеть, и увидеть как бы, ну, вот его площадь посчитать. А с какого года первое? С 79-го года мы знаем площадь льда, при том, что температуру, атмосферы мы как-то восстановили там на 50 миллионов лет назад, потому что там есть осадки, в ледниках там как захораниваются, какие-то кусочки атмосферы, там где-то еще, там кольца деревьев, в общем, в определенном смысле, разным косвенным причинам, вот температуру, например, можно восстановить на десятки миллионов лет назад, а вот площадь льда, то, что это площадь, ее же надо увидеть, это же в одной точке ее не померить, вот только с 79-го года. И с 79-го года по где-то началу 2000-х она немножечко-немножечко сокращалась, и никто на это внимание не обращал. А потом в начале 2000-х пошло сокращение резкое, и сейчас площадь льда, ну, почти в два раза меньше, чем было в 70-е, 80-е, 90-е годы. И это очень, это прям видно невооруженным глазом, то есть лед стал гораздо раньше таять, и летом, осенью, лед отходит на 500, на 600, на 700 километров дальше, чем он был. И это вот, к следствию глобального потепления, абсолютно непосредственно. И из-за этого Арктика разогревается быстрее. То есть к этому сейчас приковано такое внимание, потому что, ну, никто не ожидал, что так произойдет. Вообще, вот это предсказание природы, оно достаточно сложное, и, честно говоря, люди пока с ним не очень хорошо справляются, на долгосрочной перспективе. Вот когда что-то уже случилось, когда там процесс начался, мы уже можем предсказать, как он пойдет. А пока он не начался, ну, вот мы не... предсказать, что он произойдет, невозможно. Ну, мы понимаем, чем это чревато в глобальном масштабе. Ну, в масштабе там 10 лет мы можем предсказать, в масштабе 100 лет, конечно, мы ничего не можем предсказать. Масштабе 50 лет даже, я думаю, что мы ничего не можем предсказать. Вот. Но тем не менее, потепление идет, то, что оно, скорее всего, оно не закончится, предпосылы, чтобы оно вдруг заканчивалось, никаких нет. И лёд будет отступать и дальше И, конечно, всё перестроится Вот как бы есть ледовый покров и нет ледового покрова Это гораздо больше разницы, чем просто увеличилась температура на 1 градус Потому что солнечная энергия поступает гораздо дольше Развивается что-то, значит, там планктон развивается гораздо интенсивнее Из-за того, что вот он был закрыт ледом, было темно А вдруг там на 3 месяца стало меньше как бы льда Была неделя в году, а стало там 2 месяца в году Конечно, там всё развивается гораздо интенсивнее Система течения перестраиваются Потому что лёд — это крышка, которая там как бы течение тормозит И от ветра, главное, их экранирует У нас очень сильно ветер влияет на течение А вот у нас лёд исчез, ветер, значит, дует И всё, там течения по-другому пошли И в этом плане в Арктике работают очень классно В том числе, почему я работаю в Арктике, а не в Антарктиде Что Арктика очень сильно меняется Именно из-за того, что уходит ледовый покров Потеплело-то ненамножко А ледовый покров сократился конкретно И изменения пошли очень серьёзные Их можно увидеть, описать И в этом есть новизна Вообще учёным очень важна новизна И если ты что-то изучаешь, нужно понимать Почему ты вообще что-то можешь новое сделать в этом месте Потому что, ну, сотни тысяч учёных Этим и занимались, и это изучали Там много лет И почему ты вдруг будешь умнее, чем они И какие-то тебе более яркие идеи Или интересные идеи в голову придут Ну с какой стать? Ну иногда действительно приходят Но в целом это не самый крепкий фундамент А вот когда что-то меняется прямо на глазах И это надо померить, и ты можешь это померить И увидеть, и там описать И это, конечно, крепкий фундамент Поэтому в Арктике работать классно С точки зрения того, что там всё новое И там, не знаю, через пять лет будет совсем по-другому, чем сейчас Тогда давайте к самому яркому впечатлению С точки зрения науки перейдём Что такое, вот, вы смогли бы вспомнить Своё какое-то открытие самое важное? С точки зрения науки был прекрасный момент В 21-м году мы работали в северной части Карского моря Проводили измерения И стало, ну, по обработке наших измерений Нам стало казаться, что мы увидели новое течение Очень повезло в тот год Это течение раньше никто не видел Потому что этот район был почти всегда закрыт льдом Почти круглый год Сейчас стало теплее Он стал открываться там на неделю, на несколько недель И вот в тот год, когда мы работали Он прям хорошо открылся Были хорошие условия безлёдные И мы там смогли провести, ну, одну из первых Таких полномасштабных, очень подробных съёмок И увидели вот это новое течение Это было в августе 21-го года Но чтобы его подтвердить Нужно было ещё, значит, дополнить это всё измерениями И в октябре 21-го года Я пошёл ещё в один рейс И так удалось Так удачно сложилось Что район, в котором должен был работать этот рейс Это должен был быть совершенно другой район Оказался закрыт льдом У него не удалось пройти Появилось свободное время Мне удалось уговорить начальных экспедиций Пойти вот в этот район, где мы только что работали Два месяца назад Там, значит, доделать вот эту нашу историю Подтвердить, что это есть течение Мы туда пошли Это уже был октябрь, даже, по-моему, ноябрь Уже всё, значит, закрывается льдами Всё очень холодно Уже идёт льдообразование И корабль может попасть в ледовый плен Это довольно опасно Потому что просто тебя скуёт льдами И ты не сможешь никуда выйти И ты потом будешь там куковать Пока ледокол не приедут Пока ледокол не приедут Это большое ЧП Ну, это и деньги, и время, и репутация, и всё И, конечно, капитаны очень не любят такое И не идут на риск Но надо было доделать И удивительным образом, значит, удалось уговорить капитана Пойти, значит, там работать Льды со всех сторон надвигаются Мы видим по карте, что вот уже сужается это место А мы вот работаем, значит, в месте, где почему-то льдёт всё не образуется Не образуется Удалось уговорить капитана наработать до последнего И когда мы ушли, вот в этом небольшом участке Где именно вот мы ловили это течение Лёд до сих пор не встал Удивительным образом А потом, когда мы вернулись Мы обработали эти данные Мы видели, что действительно это течение есть Что это течение тёплое Это течение течёт, собственно, с южной части С центральной части Карского моря На север несёт свои воды И именно это течение делает так Что там очень долго не встаёт лёд Оно отепляет вот этот район, поверхность моря И именно в этом районе, где мы его искали Ловили и измеряли Оно нам помогло себя найти Может, оно топило лёд до последнего Вам за это дали премию брезинскую? Ну, в том числе за это, да Премию дали вообще по совокупности, на самом деле, заслуг Тут как бы два ответа За что дали премию С одной стороны, ты формулируешь некую фразу Да, за что тебе дали премию В моём случае это Ты когда даже подаёшь заявку, ты формулируешь Значит, за что тебе дали премию А потом эта фраза везде звучит Медали за кинологическое исследование морей России Из к Арктике важный для развития северного морского пути Но фактически, когда тебя оценивают эксперты В этой области, они смотрят всю твою трудовую деятельность Ну, конечно, она связана с этим То есть, если бы я исследовал Антарктиду Я бы не мог её туда добавить Но в целом, я более-менее всю жизнь занимался Арктикой Или занимался процессами, которые применимы в Арктике И вот за всю мою За 15 лет, что я работаю в океанологии Все статьи, все работы, которые я написал Они вот все в сумме За них дали премию В общем, знают, за что получили конкретно премию Только специалисты Фактически, да Вы говорили, что сейчас в прикладных науках Учёные могут хорошо зарабатывать Хорошо это сколько И зависит ли зарплата вообще в науке От достижений напрямую Зарабатывают хорошо У нас когда-то были президентом поставлены задачи Чтобы там сколько-то там 150 или 200 процентов от средней зарплаты Получали научные сотрудники И в целом, я думаю, что более-менее Это поручение было выполнено У нас, конечно, от твоей результативности Научной результативности, ну, напрямую Зависит зарплата в тех областях, где я работаю Можно очень хорошо зарабатывать Но при этом, конечно, придётся много работать Придётся там крутиться Но это всё Работать Крутиться в плане там Новые темы для себя находить Ну там, параллельно какие-то там Новые проекты подавать Пытаться с индустрией как-то договориться Делать что-то полезное для индустрии Пытаться какие-то образовательные проекты делать То есть если, опять же, наука, она На самом деле, вот есть некий стереотип Что там учёные, это всё там умирает Наука в России там, она всё уже не то Это всё какие-то там замшелые какие-то, в общем, люди Которые непонятно чем занимаются На самом деле это не так Наука очень современная По-хорошему агрессивная Очень такая, значит, требующая Большого количества разных качеств от человека Там работает огромное количество молодёжи И там в организациях, где я работаю В институте акинологии на физтехе В Московском физико-техническом институте Открываются новые лаборатории Там даются деньги, даются проекты Новые направления И приходит молодёжь в огромном количестве И это всё как бы совершенно живое И конкурентоспособная область деятельности для человека И она требует как бы очень серьёзных вложений Но при этом она и деньги даёт И проекты, и возможность саморазвития А главное, что наука хороша тем, что она даёт Определённую свободу действий Что в науке тебе всё время приходится развиваться Делать что-то новое Если ты стоишь на месте И воспроизводишь что-то одно и то же хорошо Этого, это как бы не то В индустрии это нормально Если ты что-то воспроизводишь из раза в раз хорошо Это как бы то, что и нужно А вот в науке, наоборот, надо всё время что-то новое делать Что вы берёте с собой в экспедицию? Что из вещей? Экспедиция — это как дома, можно взять что угодно Но в первую очередь ты берёшь одежду Но также можно взять что угодно Чтобы у тебя там много достаточно места Чтобы ты чувствуешь себя как дома И была экспедиция, в которой я брал гамак И вешивала себя в каюте Была экспедиция — Такая большая? — Большая, большая бывает Бывает маленькая, бывает большая Но гамак всегда можно повесить Была экспедиция, где я взял с собой чайный сервиз Была экспедиция, где я взял с собой проигрыватель пластинок и пластинки Ну вот, в общем, что угодно можно взять Подушка можно взять, если вам нравится Ваши подумающие В экспедиции, знаете, едет фура, которая везёт тонны оборудования Поэтому если вы туда положите свои личные вещи в количестве 100 килограмм Даже если, это будет незаметно Я, когда готовился к подкасту, узнал такое слово, как «плюм» — Да, очень мне близкое слово — Я его запомнил Оно такое, знаете, запоминающееся Это вот те реки, которые впадают в наш северный ледовитый океан, в моря — Да — Да, расскажите, пожалуйста, вот там, что изучать, что там интересного есть И, кстати, тоже самый красивый плюм, какой у нас в Арктике — Да, плюмы, то, чем я им начал заниматься, когда пришёл в Месту-то-кианологии Работа, когда только стал океанологом Занимаюсь до сих пор Сейчас я, конечно, уже отошёл, и у меня разные темы есть Но были годы, когда я занимался только речными плюмами И я даже написал книжку «Речные плюмы» — Настоящая просто будущая — Да Можно её почитать Она у нас сейчас в Ленинской библиотеке Небольшим тиражом, правда, вышла Ну вот, плюмы — это на самом деле очень важная часть Мирового океана Это то, что происходит с речной водой, когда она впадает в море Речная вода более лёгкая, как мы уже обсудили, она менее солёная Более лёгкая, и она поэтому, как масло, растекается по поверхности моря тоненьким слоем И в случае крупнейших рек мира Расстояние по горизонтали вот этого слоя — порядка сотен и даже до тысячи километров А толщина — 10-20 метров То есть на пять порядков меньше Да, тысяча километров — 10 метров И это важно, что вот этот вот слой, он располагается на поверхности А поверхность у нас самая важная в океане Потому что поверхности И это взаимодействие с атмосферой Ветер дует и передаёт вот свою ветровую энергию именно в поверхности океана Солнечная энергия приходит, солнечный свет именно в поверхности океана Поэтому в поверхности самая высокая биологическая активность В поверхности самые там волновые процессы Самые такие интенсивные процессы в океане В поверхности у нас образуется лёд в случае Арктики В поверхности у нас ходит суда В поверхности у нас плавает человек Когда он плавает в море, он плавает в поверхностном слое Поэтому со всех точек зрения поверхность океана — это самая важная часть мирового океана С точки зрения вот человека И эти плюмы, эти реки Решной исток-то очень небольшой По сравнению с объёмом мирового океана Вот у нас 10 метров, да, вот этого речного стока перемешанного с морским, а под ним там сотни метров морских вод. Гораздо-гораздо-гораздо больше. Но вот из-за того, что этот маленький-маленький объём занимает самую важную часть океана, поверхность, её очень важно изучать. И она влияет на очень многие процессы, которые в этом поверхностном условии происходят. И вот конкретно в Арктике она очень сильно влияет. В Арктику большие реки впадают, Опелена и Енисей, и очень большие эти области опреснения формируют, очень большие речные плюмы, как раз вот эти тысячи километров там. И это главное, что ещё происходит с территорией России. Вот, и нам удобно их изучать. И там почти весь российский арктический шельф занят речным плюмом. Ну вот поэтому их исследования важны для понимания климатических процессов, как там лёд образуется и летает, и для понимания вообще таких мелкомасштабных процессов, того, как там вырастет рыба или не вырастет, как там распространятся загрязнения из рек, в том числе пластиковые загрязнения, где они там накопятся или не накопятся. Ну и в этом плане вот такая удачная тема, которой я занимался много лет, вот она, в частности, вот эта премия, которую мне дали, она сильно базируется на исследовании речных плюмов в Арктике. Самый красивый плюм. Вообще есть понятие красоты у них? Да, плюмы очень отличаются по цвету, потому что речная вода, она обычно грязненькая, мутная. Особенно в некоторых районах она грязная и мутная. И бывает, что она очень контрастная. Бывает, когда плюм большой, и вот на расстоянии вот этих сотен километров эта муть уходит, и не видно вот этих чётких границ. А когда плюм маленький, вот, собственно, вот в Абхазии, на Чёрном море я много работал, и там плюмы маленькие, речки маленькие, и там, ну, расстояние там порядка километра, вот это размер этого плюма по горизонтали, и ты можешь его увидеть с самолёта, или с квадрокоптера, или даже с воды. И там прям очень такие красивые структуры. Он там чёткая граница между коричневым плюмом и голубой, синей водой морской. И вот с квадрокоптера видно, как он двигается, как он там, какие там эффекты возникают, какие-то волнообразные процессы на границе, как он там растягивается, сжимается. Там он в одну сторону распространяется, ветер поменялся, он раз переложился на другую сторону, значит, вдоль берега. И это происходит, ну, на глазах это происходит за какой-то за час, например, вот плюм повернулся. И вот очень красиво, мне очень это нравится. И вообще мы очень долго их изучали, не используя квадрокоптеры, используя просто измерения, на лодке ходили, там, на катере проводили измерения и не понимали. Плюм очень быстро реагирует на внешнее воздействие, там, на увеличение речного стока или на ветер, очень быстро меняет свою форму, там, расположение. И мы просто не понимали, что происходит по своим измерениям. а с палубы судна не видно, как бы его хорошо. И потом догадались в какой-то момент, когда появились квадрокоптеры, использовать эти квадрокоптеры, чтобы делать измерения, а параллельно сверху смотреть, где же мы все-таки делаем эти измерения и как-то координировать с картинкой, которую мы видим. И мы столько всего увидели нового, и мы увидели плюм как единое целое, как он двигается, что на него влияет, и это прям действительно красота. Вот это случай, когда моя работа и статьи, которые я пишу, там просто очень красивые картинки, потому что вот мы фотографируем природу. Мы усилили, в общем, ваше исследование, да? Окей, вот вы что-то узнали, да? Какое-то открытие сделали. Куда это дальше идет? В определенном смысле мы занимаемся фундаментальной наукой, которая, ну, не имеет такого непосредственного практического применения. Но то, что делаем именно мы, океанологи, оно относится к реальному объекту, в котором люди ведут свою хозяйственную деятельность. И для того, чтобы там добывать газ или там нефть в Арктике, или прокладывать ледокольные маршруты, нужно знать свойства среды, что там, какие где месторождения, какие свойства морского дна, чтобы ловить рыбу, нужно знать там какие-то условия, какая там продуктивность, в каких местах. Нужно это прогнозировать, нужно это уметь оперативно оценивать, моделировать. И для всего для этого мы формируем некую базу знаний. И каждый раз, когда мы там что-то пытаемся понять и открыть, и в чем-то разобраться, непосредственного отношения к народному хозяйству это не имеет. Но все это вместе, оно создает такой вот пул знаний, из которого народное хозяйство черпает ответы на свои совершенно практические вопросы. И в этом плане то, что мы делаем, оно довольно близко уже непосредственно к потребителю, к добыче нефтегаза, к рыболовству, прокладыванию маршрутов ледокольных на Северноморском пути. В глобальном плане Арктика очень сильно развивается, хозяйственная деятельность в Арктике очень интенсифицируется, и именно поэтому мы туда постоянно ходим в экспедиции, в большом количестве государственные деньги идут на исследования, потому что без этих исследований мы просто не сможем вести там хозяйственную деятельность. Одна из таких сторон жизни ученого, мне кажется, это вот, когда ты идешь к какому-то открытию, и ты один понимаешь его ценность, что оно будет актуально лет через 20. Да, такое часто бывает, наверное, или нет? Мне кажется, такого вообще не бывает. Не бывает? Да. То есть всегда это какой-то околопрактичный должен быть результат? Нет, скорее наоборот. Скорее ты просто это делаешь и не думаешь, что будет это полезно или нет. А зачем это делать? Ученые живут по-другому. И, как правило, ученые что-то делают, потому что, во-первых, им интересно, а во-вторых, потому что просто они умеют это делать. Это может быть интересно только им. Да, совершенно верно. И вообще, как устроена наука? Наука — это такой дивный сад, который растет во все стороны, и там ветки растут во все стороны, но какие-то из них оказываются очень полезными. И поэтому, развивая в целом весь этот дивный сад, его пытаясь, ну, давая ему возможность, значит, развиваться во все стороны, ты получаешь хороший урожай, потому что в каких-то достаточно часто неожиданных, часто в ожидаемых местах, а часто в неожиданных местах получаются какие-то результаты, которые потом используются для новых технологий, для каких-то новых совершенно полезных вещей, что изначально невозможно было предсказать. Но много, конечно, и действительно под заказ делается. И конкретно фундаментальная наука, вот которой мы занимаемся, она вот этот вот тот самый дивный сад. Есть крупные компании, которые держат у себя штат ученых, которые занимаются прикладными разработками. вот они как бы решают конкретные там актуальные задачи здесь и сейчас, которые они поставлены. Но мы решаем, там мы накапливаем общую экспертизу, из них получается тоже решать какие-то вопросы там тоже полезные для народного хозяйства. Вот. И в этом плане как бы более, если вы этот дивный сад не развиваете, то, значит, результат там в целом на масштабах десятилетий получается гораздо хуже. И, ну, практика человечества показала, что это так. Ну, когда читаешь, я вспомнил какую-нибудь книжку про самые великие открытия человечества, там практически половина, если не больше, открытия были сделаны случайно. Ну, условно говоря, пенициллин, да, случайно там оставил человек. Ну, я думаю, что не совсем это все так, что там кого-то по голове яблоком ударил. И, возможно, да, такой маркетологический вход. Это, конечно, маркетинг, потому что человек всю жизнь отдал исследование лекарств, и он был готов. То есть, конечно, может быть, где-то это случайность, но эта случайность наверняка происходила огромное количество раз, просто люди были не готовы и по своим знаниям, и по своим технологическому развитию эту случайность воспринять и сделать из нее лекарство. То есть между тем, чтобы увидеть, что это работает, и довести это до лекарства, лежит еще огромная пропасть, которую надо преодолеть исключительно за счет, там, современного уровня знаний и отдельных ученых, и стран, и технологий. Конечно, очень часто ученые не думают, что то, что они сделали, оно вдруг будет в том или ином месте применяться, или там будет для чего-то полезно, они просто это делают, а потом даже бывает, что совершенно другие люди, эти берут результаты этих исследований и там доводят их до технологических решений. То есть такой конкуренции что-то открыть у ученых нет? Есть, конечно, но она связана не с... Она связана с какими-то амбициями, так скажем, скорее научными, чем денежными. В общем, в своей среде доказать, что это самые крупные. Да, скорее так, да. Это, мне кажется, более важный момент. Ну, книжки же эти о самых великих открытиях пишут же не ученые, да, а люди, которым нужно эти книжки продать. Да. В этом мы же хотим упростить вот эту реальность научного мира. В этом есть, на самом деле, очень большой разрыв, с которым мы часто сталкиваемся. Вот когда я там подавался на эту премию, ну, нужно было написать в три строчки, или в одну даже строчку, в одно предложение, что же ты сделал. Но это... В этом есть определенный лукавство, потому что это написать невозможно, а то, что ты пишешь, ну, оно как-то реклама, короче, это реклама того, что ты делаешь. А реклама, она все-таки не совсем правдная, да? То есть это, конечно, правде это не противоречит, но это, конечно, приукрашивает сильно то, что ты делаешь. Или там журналисты часто говорят, ну, вот скажите в две строчки, что вы там открыли, за что вам премию дали. Ну, ты там говоришь, я открыл два течения в Арктике. Ну, журналисты, потому что в две строчки заголовок, понимаете? Да, потому что человек, внимание, и вот эти все книжки про это великие открытие. Вот надо просто дать, и тут вот такая дилемма. Сложное дать никто не просчитает, и это ноль будет, это будет не сделано. Просто дашь, ты там погрешишь, ты что-то упростишь, действительно, в определенном смысле погрешив против истины, но это хоть как-то донесет, хоть какую-то идею хоть для кого-то. И это как бы хоть как-то сработает, и поэтому, конечно, часто выбирают вот это. По ходу северного, вот этого арктического пути, да, нашего, вот по побережью, насколько развита жизнь вообще? Есть там люди? Там есть. Там есть небольшое количество поселков, которые построены исключительно для обслуживания этого северного морского пути. Там есть какие-то, там живут местные народы, у них есть какие-то стоянки, какие-то стойбища и так далее, но вот поселки, которые там построены стационарно, это были построены в советское время, исключительно для деятельности по северному пути. Это поселки обычно на реках, это Тикса, Тикси на Олене, Дикса на Енисеи, в Обской Губе сейчас там много поселков, потому что там очень все развивается, там построили Сабету даже, целый-целый огромный поселок, там новый порт, дальше есть горд Певек на Чукотке, там тоже вот для добычи поленских ископаемых, и для вывоза их построили, золото там добывали. Вот, собственно, ну, 5-6-7 Амдерма, она не относится к Северному морскому пути, но тоже там недалеко. 5-6-7 поселков. Александр, тоже вопрос, который мы задаем всем, нашим гостям этим летом в Красноярске и Сириусе Росводресурсы просили гостей ВК-феста продолжить фразу «вода — это…», вот продолжите, пожалуйста, ее тоже. Вода… Здесь можно подумать. Вода — это великая загадка, которая постоянно ставит океанологов в тупик. Вода в океане, она все время какая-то вот непонятная. Хотя, казалось бы, да, ну вода, да вода. Просто вода, да. Мы всю жизнь наблюдаем воду, мы знаем, как она течет, мы смотрим на стакан в воде, на воду в стакане, и знаем, что с ней может происходить, а что не может происходить. И все равно каждый раз, когда мы работаем в море, мы не понимаем, что же это такое, что тут с водой такое случилось, что она так себя ведет. Это канал «Первый по воде», канал, где вы узнаете об уникальных водных объектах России. И, конечно же, путешествуйте по ним, да? Да. Да, смотрите, познавайте новые, купайтесь в новых реках, озерах и морях. Не в море Лаптевых, не обязательно, да, делать это, как Александр. И не обязательно в Арктику, потому что это все-таки такое уже для гурманов. Но путешествуйте по рекам, по озерам России. Все, пока. Спасибо большое.